здравствуйте на канале любимая дача меня зовут оксана иркутский район сегодня 11 мая расскажу как борюсь с муравьями у нас муравьев очень много потому что у нас участок он совсем в лесу какие у нас огромные деревья кедры сосны холодно на улице как обычно и я борюсь в теплице вот так покупаю вот такой великий воин для садовых и лесных муравьев это гранула и бывает еще гель гель можно на бумажку намазать и положить по краям теплицы а вот такие штучки можно насыпать в крышечке я в этот раз поленилась за крышками ходить и насыпала просто вот так у меня брус такой в теплице ну как основание и вот я по углам насыпаю это как приманка для муравьев написано что они ее берут и уносят свое гнездо в теплице на землю и на грядках я стараюсь все таки не сыпать химию никакую вот так на досточки а потом можно просто веником смести и все что-то случилось у меня с перчиком вот все одинаковые острые перцы были одинаково высажены и один почему-то вот вот таком виде сейчас надо раскопать и посмотреть что у него с корнями может быть вот муравьи как раз его и подгрызли могли но я еще сильно их не видела потому что у нас на улице очень холодно и вроде как они еще даже и не проснулись не видела что бегали так 12 много не было но так рассыпаю еще я сыплю под пионы обязательно вот такую штучку потому что у меня когда бутоны начинают набирать пионы по ним прямо бегают по бутонам муравьи они там все высасывают вот этот сладенький нектар как на деревьях делаю сейчас покажу у нас здесь слива растет она конечно не на месте ее посадили тогда когда не было ни забора и вот этого навеса сарая не было но потом так получилось что вот не смогли ее пересадить на земля очень каменистая тут вот эту сливу яму копали экскаватором и компостная куча но слива это очень вкусная то есть я все-таки за ней ухаживаю и она сильно поражается тлей вот что делаю чтобы муравьи не натаскивали на нее тлю смотрите купила я уже много раз так пользуюсь на вишне делаю на деревья так удобно вот такой клей он для крыс работать с ним надо обязательно только в перчатках потому что очень липкий потом можно руки не отмыть я беру бумажный скотч малярные обычно вот так вот обматываю ствол малярным скотчем и теперь вот я показывать к сожалению я не могу одной рукой потому что очень липкая вот эта штука открою я ее и прямо вот с колпачком покажу вот так вот всю вот эту по малярному скотчу я мажу и муравьи начинают подниматься снизу они здесь прилипает у меня еще вот здесь проблема у меня проблема что рядом стоять стена вот этого навеса и муравьи еще ходят по ней поэтому я вот там сейчас вот но насыплю вот эту применку приманку великий воин вот этот геля у меня нет от остался прошлогодний великий воин я его сейчас вот здесь рассыплю чтобы здесь не было муравьев ну вот так сделаю дождем конечно но он может смыться но здесь у нас навес под крышей получается то есть я так вот сыплю свободно только там где нет там где есть крыша чтобы в землю не уходила вся эта трава потому что здесь у нас стена это она как раз под навесом но другого варианта нет все прямо вот так вокруг вокруг я все хорошо обмазала муравьев пока нет они еще не проснулись у нас на улице вот я их вообще еще не видела земля мерзлая в грядках земля мерзлая вода еще летние не оттаяла не течет но потом когда-нибудь покажу как они налипают то есть они пройти наверх туда не могут и принести тлю видите вот что-то какой-то листик ветром подуло и он сразу же прилип и вот так на всех деревьях я делаю ствол просто обматываю скотчем и обмазываю вот этим клеем уже много лет так пользуюсь на деревьях мне удобно ну и вот туда вот под навес еще насыпала отравы гранулы чтобы они сюда не приходили почему-то они эту сливу облюбовали и прямо по ней всегда очень много муравьев бегает подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всего хорошего до свидания